МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На часах ровно 23.00. Это значит, что вы смотрите ночные новости ТВК. Мы работаем в прямом эфире в студии Жанна Прохоренко. И мы начинаем выпуск. Бывший руководитель департамента городского хозяйства Олег Гончаров сегодня был открыт для журналистов. Спустя два дня после приговора он рассказал, как шло следствие по делу об обрушении подпорной стены на Свободном. Также он сказал, почему он один оказался в ответе и что не услышали следствие и суд. Я когда шел на приговор, я надеялся в глубине души, что приговор будет оправдательным. С одной стороны, у меня сильно больших оснований для этого не было. Судя по тому, как прошли следственные мероприятия, как меня не хотели слушать и дальше, как все документы, которыми я обосновывал свою позицию, не приняты, как судья в зале суда выполняет все просьбы и ходатайства стороны обвинения и не принимает наши доводы абсолютно. Хотя они находятся в материалах дела, хотя мы считаем их доказанными. Я не первый день в департаменте, и я уверен, что механизм он работал, никогда не давал сбоя. Случилось. На следующий день нас глава города собрал в автобус, и мы поехали отследовать и смотреть другие эти стенки. Посмотрели, вечером на заседание, ни с того ни с сего, мне в субботу поступает предложение оставить свою работу. Задаю вопрос, а зачем? На основании чего? Люди погибли. Люди погибли. Мы все, кто в зале сидит, все переживаем. Надо разобраться, почему это случилось. Я понимаю так, что Тхамшук Рейдж со мной проработал не так долго. Но за это время как-то не прикипели друг к другу, не стали большими друзьями. Как-то проще, наверное, ему было принять такое решение, чтобы выставить человека в моем качестве, скажем так, из команды, за забор. А те, кому надо, они уже сами поймут, что с этим человеком делать. В ходе следствия те люди, кто действительно в силу своих обязанностей должны контролировать, они заметно нервничают, они не находят себе места, они не знают, что происходит, они не знают, чем эта ситуация может развернуться. Потому что они тоже давно работают в администрации, и они знают, что ко мне невозможно какие-то претензии предъявить, я все сделал в рамках своего устава департамента. Ходишь же, общаешься со следователем, как с человеком, ты чувствуешь его расположение к себе, все нормально. Уважаемая компания ТВК публикует где-то в ноябре месяце решение ГОИЧС, которое об этом, о нем мало кто знал, где контроль беру на себя, подпись «Первый заместитель Бобров». Буквально два-три дня после этого проходит, меня приглашают, мне предъявляют обвинения, со мной не разговаривают, меня не слышат, меня не видят. Все, пошло. Когда я стал обвиняемым у тех людей, которые до этого пристально смотрели и не понимали свою дальнейшую судьбу, вроде как появилась возможность посвободнее выдохнуть. Один увольняется до этого, а до этого времени все сидят работать, второй, третий уезжает. То есть они начинают понимать, что все идет как надо для них, и люди могут быть спокойными. Потом, когда началось следствие, узнал, что, оказывается, за два дня до трагедии, 31 июля, Ковригин доложил Игнатьеву о том, что он не все работы выполнил, которые ему были поручены. Он не выбрал до основания и не провел обследование. Игнатьев это услышал. Спрашивает, ты Гончарову доложил об этом или нет? Он 29-го только что другое докладывал. Нет, не доложил. Игнатьев звонит специалистам СФУ, уточняет, так ли. Они говорят, да, мы не обследовали, мы ничего не... И молчит. И в обед, когда пушка на горе стрельнула, она и упала. Вот под фанфары. Если бы было все выполнено так, как было принято здесь на заседании, ну, безусловно, я уверен, она бы не упала. Если Акбулатов, как глава города, мой работодатель, говорит, что я его поручение выполнил правильно, все ему доложил, у него претензий ко мне нет, судья задает ему вопрос, а кто же тогда должен контролировать? Он отвечает, а механизм контроля ответственный, прописанный в решении ГОИЧС. Фамилию он не называет, документ мы с вами знаем. Протокол мне не дается, прокурор в своих прениях говорит, что глава города Акбулатов полностью обвинил Гончарова в виновности и подтвердил это в сдаче своих показаний. Но ведь этого не было. Я на своем примере понял, что у нас вот таким тихим сапом можно любого человека законопатить. Вот просто у Снегиря пузо красное, иди сюда, ты виноват. А и твои объяснения, они никому не надо. Я надеюсь, что все-таки на уровне федерации или некие контролирующие органы все-таки обратят внимание на то, что происходит в городе. Почему-то мы не согласны с обвинением, почему-то родственники погибших не согласны. Ведь это же все очень живо обсуждается. Я не знаю, кто-то видит, кто-то нет, но общество-то забурлило. И может быть кто-то задумается, что-то не то происходит. Я буду бороться обязательно, обязательно. А что мне остается делать? Я семью оставить не могу. Обмануть поддержку горожан, которые выразили доверие, тоже мне не позволяет совесть. На это интервью Олег Гончаров согласился в том числе после того, как увидел результаты голосования, которые мы проводили в рамках нашей программы новостей ТВК. Тогда, я напомню, наши телезрители проголосовали следующим образом. 93% проголосовавших были не согласны с решением суда, и лишь 7% согласились с приговором. Сегодня мы предлагаем обсудить такие вопросы в прямом эфире. Считаете ли вы, что это уголовное дело могло пойти в другом русле, и, возможно, на скамье подсудимых могли оказаться и другие люди? Или все же вы считаете, что наказание должен, или вы считаете, что реальный срок должен отбывать только Олег Гончаров? Присылайте ваше СМС-сообщение на номер 9020 с пометкой ТВК, пробел, далее ваш текст, и мы обязательно их зачитаем в прямом эфире. Ну а пока к другим темам. Дело известного красноярского бизнесмена Александра Баталова закрыто. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Следственный комитет России прекратил уголовное преследование Баталова, которое обвиняли в посредничестве при передаче крупной взятки. Ранее сообщалось, деньги предназначались городскому чиновнику за некий участок земли. В ходе внутренней проверки в администрации города таких фактов не выявили. Однако расследование продолжилось. Уже после федеральные оперативники выяснили, само дело являлось провокацией. Оказалось, что это один из эпизодов громкого федерального уголовного дела. Обвиняемыми в котором выступают те самые следователи, которые и пытались доказать вину Баталова. Оставили под стражей, несмотря на протесты прокуратуры. Сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу председателя совета директоров компании «Краском» Валерия Грачева. Напомню, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Под стражу сотрудниками ФСБ влиятельный бизнесмен был взят 20 мая прямо в аэропорту Емельянова. Защита Грачева подала в Краевой суд апелляционную жалобу с просьбой пересмотреть меру пресечения. И сегодня в суде решали оставлять руководителя «Краскома» до конца следствия в СИЗО или отпустить под подписку о невыезде. Закрытое заседание длилось 7 часов. Краевая прокуратура настаивала, держать под стражей Грачева не имеет смысла. И но точки зрения придерживались представители ФСБ. В итоге суд принял решение оставить в силе ранее избранную меру пресечения. Таким образом, Грачев проведет в СИЗО два месяца, пока не закончится предварительное расследование. Однако у защиты еще есть возможность подать жалобы высшей инстанции в Конституционный суд России. Однако начальник следственного отдела управления ФСБ Владимир Рубан сегодня заявил, невзирая на позицию прокуратуры, они и дальше будут отстаивать свою точку зрения. Действительно, прокуратура Красноярского края внесла в адрес Красноярского краевого суда апелляционное представление, в котором, собственно говоря, изложила свою позицию с несогласием с фактом избрания в отношении Грачевой меры пресечения в виде заключения под стражу и своим несогласием с действиями и решениями, которые были приняты следователям в связи как раз с избранием этой меры пресечения. Но доводы и выводы, которые сегодня сделал Красноярский краевой суд, собственно говоря, говорят о том, что в жалобе, вернее, в представлении в апелляционном, которое было внесено прокурором, судом было отказано. Лишить такую мать родительских прав. Так красноярцы отзываются о 25-летней женщине, которая оставила своего годовалого ребенка в закрытой машине на жаре. Новости ТВК накануне рассказывали. В микрорайоне Покровский, возле одного из торговых центров, молодая женщина пошла по магазинам, а ребенка с собой не взяла. Больше часа ему пришлось провести в закрытом автомобиле, пока прохожие не заметили, как он кричит и плачет. Очевидцы разбили боковое стекло, вытащили мальчика и передали его работникам торгового центра. В полиции мать пояснила, что оставила сына в машине, потому что не хотела его будить. В отношении девушки составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф до 500 рублей. Ребенок-то сидел за передним сиденьем, застегнутый, плакал, орал. Минут 20 мы только пытались открыть, разбить форточку. Потом молотком уже разбили. Час прошел, может даже больше часа. Мама появилась. Она кричала, что она в суд подаст, что мы разбили форточку машины. Вы благодарны тем людям, которые хотя бы разбили стекло и вытащили вашего ребенка? Проверка новостей ТВК в поликлинике онкоцентра. Соцсеть ВКонтакте возобновила работу, а велосипедистов хотят обязать сдавать на права. Все это в рубрике «Блокпост». А я напоминаю, что сегодня в эфире мы обсуждаем такой вопрос. Считаете ли вы, что уголовное дело по подпорности не на свободном могло пойти в другом русле? И, возможно, могли ли появиться другие обвиняемые на скамье подсудимых? И виновен ли один лишь Гончаров? Эту тему мы сегодня обсуждаем в прямом эфире. И вот сейчас у нас есть уже дозвонившиеся телезрители. Добрый вечер. Вы в прямом эфире скажите, как вы к этой теме относитесь? Какое ваше мнение по этому вопросу? Ну, лично я считаю, что приговор действительно несправедливый. Я считаю, что там подсудимых должно быть гораздо больше. Я несколько знаком был, скажем так, Шапочно с Олегом Гончаровым, как председатель совета дома. И был у него на приеме. Он мне показался человеком очень умным, хотя у нас было масса разногласий. Я с ним много разговаривал на эту тему. И он мне показался человеком очень умным, не грубым, а тактичным, хотя мы с ним почти полностью расходились. Александр, я вас перебью в этом вопросе. Тем не менее, я считаю, что приговор несправедливый. Но вы считаете, что могло ли это дело пойти по-другому, или другого исхода просто не суждено было быть? Я очень слышу по голосу. Спасибо, Александр. Вашу точку зрения мы услышали. Мы обязательно сегодня постараемся принять еще звонки наших телезрителей. Я напомню, вы можете звонить по телефону 265-45-00. Это адрес нашей редакции. Ну, а прямо сейчас переходим к другим темам выпуска. Летний кафе привести в порядок, а городские развлекательные аттракционы перенести в другое место. Именно с таким предложением на сегодняшнем совете выступил губернатор края Виктор Толоконский городским властям. По его словам, он много гуляет и в последнее время все чаще замечает с первого взгляда мелочи, которые уродуют столицу края. К таким вещам относятся нестриженные газоны, отсутствие разметки и единого стиля оформления рекламных конструкций. А также странное, по словам губернатора, расположение временных сооружений. К ним относятся и кафе, и различные небольшие аттракционы. Виктор Толоконский поручил городским властям пересмотреть взгляд на эту проблему и внимательнее относиться к таким нюансам благоустройства. В Красноярске мы лишаем людей мороженого. Мало продаем мороженое в городе? Мало. Чтобы стояла очередь за мороженое. Мне непонятно, зачем к у красивой фонтанной лестнице с театральной площади, где памятник Чехова, силовой тренажер, где надо на веревках людей куда-то поднимать. Кто там торгует, ставить рядом ржавую машину. Почему там люди гуляют? И сегодня же Виктор Толоконский был гостем программы «После новостей». Говорили про выборы мэра, новую схему теплоснабжения и о личной жизни главы региона. Впервые губернатор прокомментировал ситуацию о возможном расторжении инвестиционного договора компании «Краском» с городской администрацией и бизнесменами. Давайте посмотрим фрагмент этого эфира. Договор в данном случае, на мой взгляд, сделан не совсем корректно. Во-первых, 49 лет – это многовато для любого такого договора. Во-вторых, все-таки в этом договоре, мне кажется, недостаточно точно и ясно прописаны инвестиционные обязательства сторон. Поэтому здесь будет сформирована очень авторитетная экспертная комиссия. Сделано обращение поручений главе города и правительству Красноярского края совместно проанализировать всю ситуацию с договором аренды, все последствия изменения договора. Кроме этого, Виктор Толоконский сегодня впервые сообщил о своем обращении в Министерство энергетики России с предложением о доработке схемы теплоснабжения города. В данном случае я вполне однозначно высказываю позицию краевой власти. Верните на доработку. Город провел общественные слушания, которые тоже, хоть и с небольшим преимуществом, все-таки дали поддержку схемы. Я не могу этого ничего не видеть. Далее в новостях ТВК заключительная серия проекта «Проверка». И сегодня о поликлинике при онкоцентре, где запись к специалистам расписана на месяц вперед, а пациенты в очереди исцеляются собственным оптимизмом. Подробности у Юлии Мавшович. Сегодня мы идем проверять поликлинику при онкоцентре. Вот буквально при нас только что в эту машину посадили женщину, которая еле стояла на ногах. И по периметру здесь, замечу, нет ни одной лавочки, чтобы, например, когда если человек ожидает машину, либо такси, куда-то присесть, здесь такой возможности нет. Коридоры узкие, проходите. Тут так толком-то не пройдешь. Отказали в приеме. Почему? Потому что у меня талон на 24 июня, а мне сейчас надо. Женщина говорила, что ей выдали талон в поликлинике аж на 24 июня. Практически на месяц вперед. Да, у нас такая запись. А если здесь записываться, то еще дальше у нас запись. Это на сколько еще дальше? На июль мы уже записываем. Вам когда выписали? Хирургу? Наверное, в конце апреля. Уже все вырезали, ничего нет? Уже все вырезали? Да. Видите, какой? Главное – сохранять оптимизм в любой непонятной ситуации. Организованно, отвратительно. Почему? Врачи стараются, а вот остальные, чтобы все это по очереди, чтобы более-менее порядок был. Вот этого нет. А талончик у вас на сколько вы говорите? Вот, 12 с 20. А тут еще стоят и не понять. Вот там вот онколог, я забыла какой кабинет, там четко отдашь документы, они вызывают согласно этим. Здесь не вызывают. Кто как? Вот сейчас зашел мужчина, блатной или голодный. В общем, знаете, это вообще невозможно. Мой дед проходил, он не в состоянии сам стоять в очереди, поэтому я здесь. У меня нулевый дом, поэтому мне сидеть 3 часа с 12 по 3. И неизвестно, когда? Да. Вообще могут не принять. Почему? Ну что, ну, будет талон, это без времени талон. Если у врача останется время. Иногда хочется не умереть на зло. Все, вы знаете, тоже мотивация. Сейчас поликлиника строится у нас, и в первом квартале следующего года будет введена в эксплуатацию, об этом все знают, ждут с нетерпением. Мы следим за графиком строительства. Конечно, что возможно мы сделали, вот и лавочки расставили везде по всему периметру, и телевизору там с фильмами, беззвучно идут. И стараемся, чтобы оперативно работали специалисты в кабинетах, и несмотря на то, что люди иногда приезжают без предварительной записи, они там не отказываем принимать. А для того, чтобы здесь лампочку включить, нужно тоже ждать? А, при нас не стали менять? Так вот лучше бы наоборот, при нас бы поменяли. Ну вот у нас современная система кондиционирования. Открыл окно, и уже становится легче дышать. Это стационар круглосуточного прибывания. Очевидно, что здесь кто-то лежал. Никто не поменял. Нет, нет, никто не поменял. У нас свободные койки остались. Может быть, и сегодня выписались больные, сегодня 38 человек из 65 выписалось. Просто мне убрали постель еще. Комнаты рассчитаны на двоих, да, наверное, возможно, даже на одного. Нет, такие комнаты даже 4 человека лежало. Даже 4? Да. На кровати я только смотрю, тоже старые, матрасы у вас старые. У меня такое ощущение, что здесь курят, нет? А знаете, вам интересно, откуда-то запах гонят? Это пациенты курят или нет персонал? Боремся со всеми. Со всеми боретесь? Со всеми боремся. У вас же прямо на въезде написано, курение на территории запрещено. Тем не менее, все равно сидят и постоянно приходится гонять. Туалет при стационаре для больных. Запах ржавчины. Наша любимая русская традиция – взять бумагу при входе и зайти в кабиночку. Из стационара можно пройти в новый корпус, например, сходить в нормальный там туалет, но никого не пускают туда. Нет, туда можно пройти с направлением на диагностические исследования, это из соображения безопасности. Чтобы попасть к онкологу, нужно ждать больше месяца. Узкие коридоры не приспособлены для людей с серьезными тяжелыми заболеваниями. Весь этот быт, конечно, портит впечатление о поликлинике при онкоцентре. Но здесь все во многом зависит не от работников, а от строителей, которые возводят новый поликлинический корпус. Проверку новостей ТВК пока поликлиника при онкоцентре не проходит. Я напомню, что от нашей проверки никто не уйдет. Юлия Мавшевич, Николай Чистяков. Новости ТВК. Мы работаем в прямом эфире, и вот какие смс-сообщения нам приходят. Здравствуйте. Очень сильно переживаю за судьбу Олега Васильевича. И есть такие сообщения. По-моему, всем ясно, что Олега Гончарова сделали крайним в этом. Почему виновных нет? Почему нет других виновных? Такое сообщение. Беспредел, куда органы власти смотрят, когда у них на глазах такое творится. Или друзьям мэра абсолютно все сходит с рук. Есть и такое сообщение. Естественно, осудили не того человека. Приговор несправедливый. Других нужно наказывать. Ну и прямо сейчас на прямой линии с нашей студии находится сам Олег Гончаров. Мы хотели бы у него спросить, как он относится к тому мнению горожан, которое мы сегодня озвучили, и насколько для него важно это мнение. Олег Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Хотели бы услышать ваше мнение. Как вы сами относитесь к тому, что сейчас происходит и как это все обсуждается? Я могу сказать, что именно общественное мнение стало основной причиной того, что я сегодня начал говорить в средствах массовой информации. Меня, безусловно, это очень поддерживает. Меня это стимулирует на дальнейший поиск праведливости. И вот надежда у меня сегодня на Краевой суд, что более профессиональные судьи коллегиально примут законное и справедливое решение. То есть вы считаете, что все-таки общественное мнение может как-то повлиять на дальнейшую судьбу этого дела? На мою судьбу это влияет точно, однозначно. Для меня общественное мнение значит много. Значит, за те годы работы в департаменте городского хозяйства я сделал много хорошего, что сегодня в том числе оценивается горожанами. Несмотря на то, что приговор незаконный, необоснованный и такой суровый принят, для меня более важно еще и мнение потерпевшей стороны. Для меня это наивысшая оценка. И вот с этим багажом я готов идти вперед и добиваться справедливости, законности, соблюдения конституционных прав своих, и в том числе и горожан красноярцев. Потому что в противном случае, если это дело пустить на самотек, всех могут по одному, скажем так, пустить на жертву, как это было сказано раньше. Спасибо большое, Олег Васильевич, что сегодня с нами связались в прямом эфире. Но наш выпуск продолжается. И прямо сейчас небольшой блок полезной информации и прогноз погоды на ближайшие дни. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края «Громада мебель». В «Громаде мебель» покупай, приятные подарки получай. И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет Центральная оптика на Марковского, 41. От сети «Губернские аптеки». Добрый вечер. В эфире прогноз погоды. И о предстоящих температурных значениях расскажу вам я, Латив Хаджаев. Уже завтра утром облачно, плюс 12. Днем станет еще теплее, но незначительно. 19 градусов выше нуля. К вечеру давление будет слабо падать и зафиксируется на отметке 737 миллиметров ртутного столба. А вот за счет юго-западного ветра станет чуть теплее. 19, простите, 19 градусов тепла такой же температурой останется. Ну что ж, поговорим о погоде на ближайшие дни. В пятницу 12 числа осадки, но воздух будет достаточно теплым. 24 градуса выше нуля. В пятницу и в субботу облачность сохранится, а вот температура станет чуть выше. 25 и 29 градусов соответственно. У меня на этом все. Я желаю вам удачи и до встречи в эфире. Поддержать участников можно с помощью нашего СМС-сервиса номер 4030. В начале слово погода, пробел и далее номер участника. Стоимость сообщения 35 рублей. Итоги подведем 30 июня. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что эти полчаса провели вместе с нами. Мы увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.